В день российского студенчества 25 января в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся финал премии «Студент года Республики Татарстан-2019». В рамках премии студенты и студенческие коллективы вузов республики соревновались в 18 различных номинациях, главный из которых традиционно стал Гран-при. Шансы на победу вообще оценить невозможно, потому что действительно собрались очень сильные ребята. В общественнике года у нас просто это ребята, которые действительно работают на всю республику и выходят уже на федеральный уровень. Я представлена в номинации «Доброволец года», шансы на победу у меня большие. Я уверена в своих достижениях, которыми я поделилась с членами жюри, в принципе, со своими друзьями. Тут нет соперников, я думаю, все мы, тем более в нашей номинации «Доброволец года», все мы друзья. Все те, кто мои соперники, все они достойны, то есть номинации «Иностранных студентов». Ну посмотрим, кто победит, кто лучших лучших, как говорит наш организатор, вот победят скоро, известно будет. Я в номинации «Интеллект года», надеюсь победить. Это мой второй год, в том, когда я была в Гран-при, в этом году в «Интеллекте». Ежегодно студенты Казанского федерального университета принимают активное участие в республиканской премии «Студент года» и становятся неоднократными его победителями и лауреатами. Этот год не стал исключением. Так, в первой же номинации «Студенческая организация года» победу одержал тур-клуб «Альтер-эго КФУ». «Иностранным студентом года» также стала студентка КФУ Диляра Дамар. Магистр первого курса КФУ Тимур Хабибуллин стал победителем в номинации «Староста года». А лучшим студенческим проектом года была призвана дисконтная программа «Профкарты КФУ». Это лишь малая часть номинаций, в которых удалось победить студентам Казанского федерального университета. Долгожданным стало появление на сцене президента Татарстана Рустама Мениханова. Он объявил обладателя «Грам-при» премии «Студент года-2019». Заветная статуэтка и право на бесплатное обучение в любом вузе мира впервые достались иностранному студенту из Узбекистана, магистранту Казанского федерального университета, председателю профбюро, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Камалидина Бабахонову. Спасибо большое, во-первых, Казанскому федеральному университету в лице команды департамента по национальной политике. Лично проекту, изведилу Олегу Магдиновичу за поддержку постоянную, директору, Александру Академию Гокурову. Спасибо большое в виде студентов в республике Татарстан, которые неустанно работают на благо встречи молодежи и реализуют молодежную политику. Спасибо, конечно же, молодому министерству. Я искренне признателен за вашу поддержку, потому что мы молодежь счастливая. Счастливая молодежь, потому что у нас есть свое министерство не у пенсионеров, не у других категорий, а именно у молодежи. Это действительно радует и спасибо большое за эту поддержку.